Если говорить о так называемой духовной планке, то обладатели этого имени она высока, значительно отличается от всех рядовых граждан. Звук О не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Владельцы этого имени становятся очень деятельным, сообразительным и даже бесстрашным. Но с другой стороны, их может скинуть в бездну, лишить рассудка, вогнать депрессию, опустить на дно жизни. Иногда они могут полностью деградировать, могут ссылаться и трактовать моменты жизни таким образом, что окружающим может показаться, что у них проявляются явные галлюцинации. Значение буквы З символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитые воображения, болезненная чувствительность. Носители этого имени зачастую оторгают общество от себя единого, не воспринимают критику. У этих людей бывает мало друзей. Так происходит потому, что они меняют верных товарищей как перчатки, не обращая внимания и мнения человека, который был для них минуту назад самым преданным и верным. Друзья держатся около этого человека очень короткое время. Иногда пропадают навсегда из-за их двуличности. К слову, у владельцев этого имени нет представления друг, близкий или товарищ. Эти люди имеют способность видеть людей насквозь. Верность слову, а также выбранные цели – это основная отличительная черта. Из них получаются хорошие бизнесмены и журналисты. Люди, которые имеют буквы Р в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность, обладают богатым воображением и высокой интуицией. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Может проявиться желание все грести в свои руки. Возможно, человека трудно будет заставить или попросить сделать что-либо в интересах постороннего или ради собственного духовного прогресса, а как минимум только ради прихоти своего тела. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Могут занять круговую оборону от речица от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи. Продолжение следует...